Доброго времени суток, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на канале Студариума на лекции, посвященной многощетинковым и пиявкам. Сегодня мы завершаем изучение типа кольчатой черви. Напомню, что на канале в YouTube опубликованы лекции по общей характеристике кольчатых червей, арморфозам и отдельное видео есть по малощетинковым, то есть дождевым червям. Сегодня предмет нашего изучения это морские, океанические формы, ну и также наземные эктопаразиты. Будем разбираться с ними, с многощетинковыми и с пиявками. На десерт вас как всегда ждут вопросы формата ЕГЭ, которые мы решим обязательно после лекции, которую услышите от меня, и также закрепим тему не только теоретически, но и на практике. Итак, давайте начинать лекцию. Нет, сегодня мы не будем говорить о лохнецком чудовище. Лохнецкое чудовище сейчас в отпуске за свой счет, чего вы хотите. Мы поговорим о тех, кому еще отпуск предстоит не скоро. Парадокс кольчатых червей, кстати, о многощетинковых много не скажешь, потому что в экзамене упоминается все время какие-то вот такие тонкие определенные моменты, детали. Мы сегодня больше говорим о деталях, ведь строение кольчатых червей в целом как типа вам должно быть знакомо. Ну а поскольку многощетинковые пиявки относятся к типу кольчатые черви, то в целом их строение соответствует этому типу. Итак, начнем мы, конечно же, с классификации. Тип кольчатые черви подразделяется на два класса. Класс поисковые, в котором мы уже побывали на самом деле, и класс многощетинковые, полихеты, которыми мы займемся сегодня. У поисковых выделяется два подкласса. Вот как раз в малочетинковых, в олигохетах мы были, изучали их, и сегодня нам предстоит второй подкласс изучить класса поисковые черви. Такая классификация. Давайте теперь переходить к многощетинковым, о которых много не скажешь, но попытаемся сказать самое главное и основное, что нужно для экзамена. Итак, в переводе с греческого полис это много, хета волос. Будем смотреть, чего же у полихет, у многощетинковых, чего у них много. Скоро узнаем. Но для начала дадим общую характеристику. Это морские, океанические организмы, чаще всего донные формы. По типу питания полихеты хищники и детритафаги. То есть они добывают органическое вещество прямо из грунта, поедая его. Это называется далеко ходить не надо. То же самое, что делают дождевые черви у вас под окном, перерабатывают почву, делают многощетинковые. Тоже, по сути, кончатые черви в морях и океанах перерабатывают морской грунт. Прямо сейчас откиньтесь на спинку стула и давайте вспоминать, когда вы последний раз наступали на многощетинковых червей, на нырииду, пескожила. Что-то не так часто и так много вы наступали на них, как на дождевых червей, правда? И из-за этого шанс выжить у многощетинковых гораздо больше и гораздо выше, чем у малощетинковых. Теперь выбирая между вакансией дождевого червя в Москве, в Питере и пескожила на Мальдивах, вы знаете, какой надо сделать выбор. Очевиден, выбор очевиден. Далее, число сегментов полихет достигает нескольких сотен. Длина их от 2 миллиметров совсем крошечных до 3 метров огромных. Полихеты, давайте еще скажем, что их строение соответствует типу кончатой черви, то есть в видео, которое я записал по кончатым червям, все относятся и к полихетам. Строение пищеварительной системы, она сквозная. Строение кровеносной системы, она замкнутая. Строение нервной системы, узлового типа. Все это соответствует и полихетам в общих чертах. Так что для тех, кто в скафандре, смотрите те видео, которые уже опубликованы на канале в YouTube, обязательно посмотрите. Мы идем дальше к строению и давайте обсудим, из чего состоит тело. Из головной лопасти, простомиума, туловичных сегментов, конечно, и хвостовой лопасти, игидиума. Я надеюсь, что эти миу-миу, миу-миумы вам не понадобятся, потому что это все-таки не термины школьного курса, но все же для общего сведения, думаю, будет хорошо, если запомните. А вот теперь важнейший момент, который на этапе экзамена проверяется часто с многощетинковыми. Это органы движения, первые специализированные органы движения параподии, которые возникли у них. С помощью параподий, это выросты по бокам тела, многощетинковые быстро перемещаются по дну. Как известно, перемещаться можно к чему-то и от чего-то. Ну, к чему-то это понятно, это к добыче, погоня за едой, это всем нам знакомо. А от чего-то? От чего можно убегать? Ну, это могут быть различные факторы внешней среды, агрессивные факторы, хищники, некомфортная психологическая обстановка. Ведь если приедет вот это, то я бы на всех параподиях на месте Норииды несся куда подальше, куда угодно, неважно. Хоть в Марианскую впадину лучше 11 километров вниз, чем необратимые анатомические и психологические изменения. Так что параподии можно вполне себе назвать органом, не то что движения, органом спасения червей. Итак, греческая пара возле и подион ножка. Параподии – первые специализированные органы движения. Представляют собой мускулистые выросты, расположенные попарно на каждом сегменте тела. Параподия или орган спасения состоит из двух ветвей – брюшной и спиной. И также есть еще детали. От спиной ветви отходит тонкий спиной усик и пучок крепких прозрачных игл-щетинок. А от брюшной ветви также есть усик брюшной и пучок щетинок. То есть от спиной ветви усик и щетинки, и от брюшной ветви тоже усик и щетинки. Плюс, помимо этого, и спина, и брюшная ветвь содержат внутри себя по одной опорной щетинке. Все это действительно важно, это есть в заданиях экзамена параподия. Вот если речь о многощетинковых, значит, скорее всего, речь о параподиях, об органе, вы поняли, который выполняет крайне важную функцию, помогает червю спастись иногда. На фотографии мы с вами видим на рейду. Это многощетинковый червь, и здесь тело многощетинкового червя замечательно делится на две стороны. На правую и левую – нет, делить их анатомически не надо. Вы так визуально разделите и вспомните, что многощетинковые – это двусторонне симметричные животные или билатерально симметричные. То есть можно разделить направо и налево, и это будет зеркальное отражение одного от другого. То есть и параподии мы с вами видим симметрично расположены. Вот они, параподии. Вот первые специализированные органы движения, которые вообще возникают у животных. У малощетинковых есть, конечно, тоже щетинки, но они настолько маленькие, незначительные, что их органом движения, тем более специализированным, уж точно не назовешь. А вот многощетинковые здесь отличились. Давайте посмотрим на рисунок, который может достаться вам на экзамене. Именно в таком виде и вы должны описать, из каких частей состоит параподия. Итак, состоит из спиной ветви и брюшной ветви. Две ветви образуют параподию. От каждой ветви отходит соответствующий усик. От спиной ветви спиной, от брюшной ветви брюшной. И, наконец, щетинки также отходят от каждой ветви, то есть пучки щетинок. Еще не забывайте, что в каждой ветве есть опорная поддерживающая щетинка. Вот и все строение параподии. Думаю, что несложно запомнить. Если вы увидите что-то похожее, в черно-белом варианте, вот в таком же, один в один будет, то, надеюсь, сможете повторить. Итак, общая характеристика. Продолжаем изучать. Тело многощетинковых червей покрыто однослойным эпителием, который выделяет кутикулу. Это защитный покров, покрывающий тело червя. Органы чувств у многощетинковых на высоте, потому что у них они развиты хорошо. И есть глаза, щупики, которые помогают ориентироваться в окружающей среде. Но еще бы они были развиты плохо. Мы с вами скоро увидим ту окружающую среду, которая окружает многощетинковых. Там бы у всех органы чувств развиты были хорошо. И, наконец, про половую систему. Многощетинковые это раздельно полые животные. Развитие у них непрямое, с метаморфозом. Из яйца выходит личинка с ресничками. Вот так получается для них. Ну, а условия их обитания райские. Одно дело аскорида в тонком кишечнике, который с утра до вечера видит одно и то же. А другое дело это Мальдивы. Как же тут органам чувств не развиться? Слушайте, если бы мы с вами приехали, я думаю, у нас тоже бы органы чувств на более высокую ступень. Развитие сразу поднялись. Такой ароморфоз бы произошел. Давайте продолжать с многощетинковыми. У некоторых на параподиях даже развиваются жабры. Своеобразные сильно рассеченные кожные выросты, которые позволяют им дышать в этой прекрасной воде, богатой кислородом морской, океанической воде. Параподии, даже завидуешь как-то немножко. Параподии постоянно омываются водой, что обеспечивает червям дыхание. Но, понятное дело, вышел на Мальдивы и вдохнул полной грудью. Ну, или в случае многощетинковых, всеми туловищными сегментами. А здесь, в городе, выходишь и даже дышать не хочется. Ну, конечно, приходится, поскольку постольку дышим все-таки. Ладно, не будем о грустном. Настанет момент, мы с вами будем на Мальдивах с многощетинковыми. Так что не расстраивайтесь. Давайте дальше изучать общую характеристику. Органы выделения многих видов представлены метанифридиями. А вот дальше будет кое-что. Значит, сбавьте обороты симпатической нервной системы. Не волнуйтесь. Сейчас все объясню. У отдельных особей образуются сложные органы. Нефромиксии. Уже исходя из названия, можно догадаться, что это что-то связанное с нефронифроном. Да, и миксии. Какой-то микс произошел. То есть, нефрон с чем-то смешали. И действительно, это так. Нефромиксий от греческого нефроспочка. Миксис смешение. Это выделительные органы у некоторых полихед, которые служат для выведения и половых продуктов тоже. То есть, мы с вами уже можем догадаться, что миксис смешанный с чем-то. Смешанный каким-то образом с половыми путями, с половыми железами. Потому что, раз выделяются и половые продукты, значит смешение пошло в этом направлении. И действительно, они образуются в результате слияния половой воронки, которая называется целомодукт, производная мезодерма, с каналом метанифридия. А метанифридия соединяется с половой воронкой, с целомодуктом в районе нефростома. В детали особенно не вдавайтесь. Вот если запомните, как термин нефромиксий, все, это уже будет шикарно. Давайте лучше один раз увидим, чем сто раз услышим. Итак, половая воронка, целомодукт. Вот она. Она обозначена здесь цифрой 1. На каждом из этих вариантов нефромиксии. Это нефромиксии у разных видов полихет. Далее идет нефредиальный канал. Видите? Вот этот как раз целомодукт. Сейчас будет наружное отверстие. Но открываются они вместе. То есть целомодукт, половая воронка, соединяется с нефредиальным каналом. Вот здесь очень хорошо видно, да. В этом месте происходит слияние, по сути, половой системы и выделительной системы. И уже вместе они открываются наружным отверстием, как бы совмещенно. Поэтому и называется нефромиксий. Давайте идти дальше. Мы уже закончили со строением. Осталось просто обсудить представителей. Кстати, это очень важно. Потому что в экзамене иногда просто достаточно знать, что вот этот представитель это многощетинковое. И вы уже заработаете свои баллы. Поэтому отнеситесь серьезно, запишите и запомните. Пескожил, Нерида, Нерис и морская мышь относятся к классу многощетинковые полихеты. Им в жизни повезло. Давайте посмотрим на этих везунчиков. Пескожил, Нерида, Нерис. Ну и морские мыши, конечно. Поэтому если кто-то из вашего садового товарищества и знакомых едет отдыхать на Мальдивы, то вы делаете вот что. Не поскупитесь. Найдите хорошую типографию, действительно. И закажите лист А4, вот распечатайте все, что здесь показано. То есть это хороший подарок будет. Он очень обрадуется. И вы, конечно, скажите, что... Вот он думает поехать на Мальдивы отдохнуть от этих мышей дымовых. Но вы его обрадуете. Вы скажите, что там мыши тоже будут. И пожелайте счастливого пути. Скажите, что вести себя надо достойно. Не наступать на Нерииду. Лучше погладить морскую мышь или позагорать пескожил. На этом мы закончили с многощетинковыми. И хорошие отношения с соседями тоже могут закончиться. Поэтому подумайте, кому нужно дарить такой подарок, да, дорогой, в хорошей типографии. А кому не нужно дарить такой подарок. Тут вы же сами решаете. А мы переходим к пиявкам. Пиявки обитатели пресных водоемов. Часть пиявок освоили моря. То есть стремятся отдохнуть. Стремятся, как многощетинковые. Но это очень малая часть. И некоторые даже освоили наземную среду обитания. Пиявки эктопаразиты. Они живут на наружных органах животных. Ну и вообще экто. Эктодерма. Вот экто это с греческого снаружи. Поэтому все очень логично. Питаются пиявки за счет организма хозяина. Реже по типу питания пиявки хищники встречаются. Но встречаются. А если вы хотели повстречать в своей жизни вампиров, то можете сказать, приятно познакомиться. Вот они. Так вампиры выглядят в реальной жизни. Спят они не в специально предназначенных для этого вампирских местах. И плащ они не носят. То есть стиль они не уважают. Но зато клыки или что-то наподобие имеют. Сейчас мы как раз перейдем к строению пиявок. Параподию пиявок отсутствует. То есть бежать им нечем. Голова не выражена. То есть и незачем. И действительно складывается так, что чаще всего все бегут от них. От пиявок куда-то подальше. Ну потому что они безбашенные. Голова-то не выражена. Соответственно, ожидать можно всего что угодно. Характерной особенностью подкласса пиявки является наличие двух присосок, расположенных на переднем и заднем концах тела. И этими присосками как раз пиявка, как эктопаразит, присасывается коже животного снаружи. Длина тела некоторых пиявок достигает вообще почти полуметра. 45 сантиметров. Ну это просто, чтобы вы так их визуально представляли. Итак, переходим, можно сказать, к пиявкообразующему органу. Главному это присоска, за счет которой пиявка присасывается к организму хозяина, питается, живет, размножается в дальнейшем. То есть присоска это такой центральный момент. По своему строению и происхождению, точнее, это видоизмененные сегменты тела. Это несколько сегментов. Вот, например, задние это 7, передние 4, 5 сегмента. Они видоизменяются и уже выполняют функцию присоски. Давайте посмотрим, как выглядит строение пиявки, все обозначим. Итак, задняя присоска и передняя присоска. Что еще? Анальное отверстие, ротовое отверстие, само собой. То есть сквозной тип пищеварительной системы. В целом строение пиявок соответствует типу кольчатой черви. Женское половое отверстие, ну и мужское, конечно. Пиявки у нас, уже можете догадаться, гермафразиты. У них и мужские, и женские половые органы в одном организме располагаются. Кто-то может возмутиться и сказать, я что, на присоски пришел смотреть? Покажите мне вампирские зубы, где эти клыки? Не переживайте, сейчас все будет. Ведь в глубине ротовой присоски пиявки как раз располагаются мощные челюсти, имеющие три полукружных валика и систему взаимопротивоположных мышечных волокон. Соответственно, вся эта совокупность структуры обеспечивает перетирание верхнего слоя кожи, ну и, соответственно, организма хозяина. То есть кожу пиявка перетирает как раз-таки именно этим. И посмотрите, те самые волокна покрыты прочной кутикулой и снабжены рядом острых и твердых зубчиков, с помощью которых они прорезают кожу животных и питаются кровью. Вот так выглядит это вампирское приспособление. Так что теперь вы знаете о вампирах все и даже немножко больше. Но, тем не менее, мне есть еще что добавить. Герудин – это активное вещество, биологически активное, которое выделяется пиявкой. И в самом названии пиявки на латыни, посмотрите, Geruda medicinalis – это пиявка медицинская. Есть это слово Geruda – герудин. Что же это такое? Это секрет губных желез, которые окружают глотку, и он препятствует свертыванию крови, которую пиявка всасывает. Это вещество играет огромную роль, причем как для пиявки, так и для человека. И вы сейчас поймете почему. Дело в том, что герудин усиливает кровоток в месте укуса пиявки. Но у него не только локальное действие, у него действие системное. В принципе, увеличивается кровоток по всей капиллярной сети организма хозяина. Вот это влияние, оно очень оказывается глобальным. Несмотря на то, что пиявка присосалась к отдельно взятому участку кожи, на самом деле, во всей капиллярной сети человека происходит усиление кровотока. А соответственно, у пиявки герудин, чем он помогает ей? Это сохранять кровь в жидком виде на протяжении месяцев. И этой кровью, которая сохраняется, пиявка может питаться на шведский стол до двух лет. Это вообще шикарно. Так что можете записать. В жизни пиявки только один минус. Через два года снова голодный. И за это надо сказать спасибо герудину. Веществу, которое продлевает шведский стол для пиявки, за счет чего она может месяцами, годами жить, от кормления до кормления, и не нуждаться в каком-то дополнительном поступлении питательных веществ. Неспроста здесь я показываю лекарственные вещества. Герудин выделен, конечно. Герудин является лекарством. И есть даже название, целое направление в медицине. Герудотерапия. Это лечение, физиотерапевтический метод воздействия на организм человека при помощи медицинских пиявок. Происходит от геруда, пиявка латинская, и терапия, лечение. Это уже греческое. Герудотерапия известна с давних времен, как метод лечения, крайне эффективный, скажу вам. Потому что улучшение у человека происходит на глазах. Действительно, за счет того, что герудин усиливает кровоток не только местно, но больше всего местно, но и вообще по всему организму, то это приводит к улучшению функции многих органов, которые до этого страдали. Их функция улучшается. Герудин, по сути дела, дает вторую жизнь капиллярным сетям, кровь, в которых застоялась, которая уже не выполняет свою функцию, и герудин оживляет их, и поэтому улучшается питание клеток, улучшается питание клеток, соответственно, улучшается функция органа. Поэтому мы отмечаем большое медицинское значение пиявок. С их помощью лечат разные заболевания. Артериальную гипертензию, глаукому, тромбоз вен, другие заболевания. И при лечении что нужно? Выращивать пиявки, конечно, в такой искусственной, стерильной, можно сказать, среде, где нет доступа к патогенной флоре, бактериям, способным вызвать инфекционные заболевания у человека, потому что в естественных условиях такое есть. И теоретически в естественных условиях укус пиявки, он потенциально опасен. То есть любая пиявка, которая обитает в дикой природе, считается зараженной патогенной флорой. И поэтому может привести к различным заболеваниям у человека. До этой лекции вы могли представлять вампиров по-разному. Но теперь вы абсолютно точно знаете, как они устроены анатомически. И понятно, что чеснок, вербена и прочая ерунда, все это бесполезно. Поэтому заварите себе чай с вербеной, и съешьте чеснок, и не занимайтесь больше этой ерундой. Слава Павлову, мы наконец переходим к тестам. Чтобы было интереснее, ставьте видео на паузу и пытайтесь решить вопрос сначала сами. И только потом уже включайте мое решение. Итак, тут нам надо установить последовательность возникновения. Ну, то есть вспомнить эволюцию. На самом деле, то, как типы и классы животных проходятся в зоологии, так они и возникали. Мы начинаем от самого простого, от простейших, от саркодовых. Усложняем постепенно. Переходим к тем, кому полюбились желчные ходы печени, сосальщики, печеночный сосальщик. Затем у нас идут круглые черви, но тут никого нет. Затем кольчатые. Вот как раз многощетинковые кольчатцы, те, которых мы сегодня изучали. Затем после них возникли насекомые. Это членистоногие. Затем возникли хрящевые рыбы. Ну, то есть уже к типу хордовые перешли. И затем присмыкающиеся. Это венец творения. В данной линии, да, это самые высокоорганизованные организмы. Ну, у них хотя бы головной мозг есть, в отличие от саркодовых, с которых мы начинаем. У них вообще нет ничего. Нервной системы там даже нет и в зачатке. Давайте к следующему вопросу. Тип и классы. Пиявки. Кольчатые черви. Вампиры. Малощетинковые. Это те, кому не повезло с трудоустройством. Это те, кто у вас под окном трудится. Многощетинковые. Вот им повезло гораздо больше. Они отдыхают на Мальдивах. Это все кольчатые черви. Видите, как вот по-разному складывается судьба. Вот как три брата, да, каждый пошел своим путем. Ну, бывает такое, особенно в эволюции. Далее. Сосальщики. Ленточные, ресничные. Конечно, это все хорошо нам знакомые плоские черви. Видео по всем этим классам есть на канале в YouTube. Поэтому можете посмотреть, изучить. Далее. В процессе эволюции три слоя клеток. Три слоя клеток. Вспоминаем какие. Эктодерма и энтодерма. Эти два слоя есть у кишечно-полосных. Помните? Но третий слой. Мезодерма. Возникает впервые у плоских червей. И он есть уже у всех, начиная с плоских червей. Поэтому здесь выбираем плоские, но имеем в виду, что и у круглых есть мезодерма. И у малощетинковых, и у многощетинковых. Вот, например, у многощетинковых можно доказать наличие мезодермы мышцами, которые расположены по бокам тела. Например, движение параподии. Это ведь мышечный компонент. Соответственно, мышцы есть, а значит есть мезодерма. Значит, есть третий зародышевый листок. Третий слой клеток. Вот так. Давайте к следующему вопросу. Ну, тут у нас явно норида. Посмотрите, как она может быть представлена. В черно-белом варианте. Мы с вами только в цветнок смотрели. И ракообразная. Что их объединяет? Ну, конечно, двусторонняя симметрия. Я это сегодня упоминал. То есть, у многощетинковых мы можем тело разделить на правую и левую стороны. Только не анатомически. Делите визуально, пожалуйста. Оставляйте в живых. И ракообразных. Мы тоже можем поделить визуально. Визуально на правую и левую стороны. Далее. Выделительная система метанифредиального типа. Для кольчицов это будет характерно. Да, метанифредиального. Но вот для раков нет. У раков органы выделения это зеленые железы. Поэтому не подойдет этот пункт для ракообразных. Кровеносная система замкнутая. Нет, опять раки подкачали. Дело в том, что у ракообразных и вообще у членистоногих она не замкнутая. То есть, например, у многощетинковых, у пиявок кровь находится в сосудах внутри и никуда не изливается. Ни в какие полости, в щелевидные промежутки. А у раков, у членистоногих, у насекомых, пауков кровь гуляет там, где захочет. То есть, она, конечно, в сосудах частично, но изливается в щелевидные промежутки и омывает внутренние органы. Поэтому тут уже называется не замкнутый такой тип кровеносной системы. Пищеварительная система сквозного типа. Да, конечно. Вот это то, что будет объединять. Есть ротовое отверстие, есть анальное. То же самое у ракообразных. Есть ротовое, есть анальное. И за счет сквозного типа, напоминаю, возможно, непрерывное питание. Оно стало возможным у всех, начиная с круглых червей. Потому что у круглых червей впервые возникло анальное отверстие. Далее, брюшная нервная цепочка. Да, это то, что будет объединять. Нервная система узлового типа, что у многощетинковых, пиявок, что у ракообразных, это есть. Хитиновый покров? Нет. Это только для членистоногих характерно. У многощетинковых не будет такого покрова. Давайте к следующему вопросу. Здесь их несколько такое трио вопросов. К типу плоские черви относятся? Ну, этот вопрос скорее к тому, что теперь мы знаем пиявка. Это кольчатый червь. Мы ее первым делом вычеркнем. Аскарида и острица круглые черви. Остается только планария. Вот ее и выбираем. Далее. Причем, да, класс это будет ресничный. Я напоминаю, что планария, свободно живущая особь. А у свободно живущих особей, кстати, всегда лучше развита нервная система. Более выражены органы чувств. И более сложно устроен порно-двигательный компонент. Лучше развиты мышцы. То же самое у многощетинковых, кстати. У них органы чувств развиты довольно хорошо, потому что они свободно живущие. Давайте к следующему вопросу. Это со смены хозяев надо выбрать. Здесь у нас имеется в виду паразиты. Потому что жизненный цикл паразитов, он происходит со смены хозяев. Итак, кто у нас тут паразит? Ну, печеночный сосальщик, конечно. Это, конечно, бычья цепень и широкий лентец. Вот у них жизненные циклы состоят из чередования основного хозяина и промежуточного. Пиявка это вроде как тоже паразит. Почему же мы его не выбрали? Потому что пиявка эктопаразит. Она паразитирует с наружной стороны тела. И поэтому смена хозяев у нее в привычном нам понимании. То есть у нее нет основного промежуточного хозяина. Потому что для всех выбранных нами основной хозяин это там, где происходит половое размножение. Промежуточный там, где происходит бесполое. Майский жук вообще не причастен. Вот его даже как подозреваемого нельзя рассматривать. Он никому вреда не наносит. Ну, паразитом он, то есть, не является. А домашняя муха, она в целом является переносчиком заболеваний различных инфекционных. Но сказать, что она паразит, нельзя. Давайте к следующим. В симбиозе живут последние вопросы. Человек и пиявка. Явно тут симбиоза не получится. Пиявка это эктопаразит. Печеночный сосачий как корова тоже паразит. Не надо выбирать его. Муха венерина мухоловка. Венерина мухоловка уникальное растение, которое питается гетеротрофно. Да, вы не ослышались. То есть, это гетеротрофный тип питания. Особенно хорошо на почвах, которые видны органическим компонентам, минеральным. Вот там как раз размножаются растения паразиты. Венерина мухоловка это настоящий паразит, который муху приманивает, а потом захватывает ловчим аппаратом. Листья расположены так, что они схлопываются и муха оказывается в самой настоящей ловушке. Затем растение растворяет ткани, органы мухи и питается этим. А клубеньковые бактерии и горох это замечательный пример симбиоза, который нужен и тем и другим. Клубеньковые бактерии получают от гороха органические вещества. А горох от клубеньковых минеральные. Прежде всего это азот в виде нитратов, которые растение может усвоить. Клубеньковые бактерии переводят атмосферный азот в нитраты, соединения, которые уже могут усваивать растения. Потому что атмосферный азот, который в воздухе, вы понимаете, растение как бы окружено им. Он так близко и так далеко. То есть усвоить его невозможно. Еще раз подчеркну, симбиоз это замечательно. Я всегда призываю к симбиозу. Если вам нравится мой канал в ютубе, если вы пользуетесь сайтом, на котором доступны для вас тысячи заданий формата ЕГЭ, то лучший способ поддержать все, что я делаю, это приобрести книгу, которая сделает вашу подготовку к ЕГЭ интересной, наглядной. Эти книги действительно сделаны с душой. Поэтому помните, комминсализм, ну это не вариант. Симбиоз гораздо лучше и приятнее. Ссылка будет в описании. А мы давайте с вами завершим тест. Последний вопрос. Нужно соотнести признак и тип червей, к которому он относится. Тело листовидной, лентовидной формы. Это, конечно, плоские черви. Такой пласт. Вот лист. То есть, уже название плоские подсказывает, можно ничего не объяснять. Пищеварительная система заканчивается анальным отверстием. Это, конечно, у кольчатых. Я уже объяснял, что анальное отверстие появилось у круглых червей. А круглые черви как раз занимают промежуточное положение между плоскими и кольчатыми. Поэтому у плоских червей анального отверстия нет. У круглых оно появляется. И у кольчатых оно тоже появляется. Соответственно, у кольчатых уже оно есть благодаря круглым. В пространстве между органами находится паренхима. Паренхима заполняет все пространство, всю полость тела, которой по сути нет. Полость тела отсутствует, потому что как раз здесь паренхима находится. У плоских червей. У круглых червей полость тела первичная, а у кольчатых вторичная. То есть, чем это можно сравнить? Паренхима. Это вам дали булочку без начинки. Грустно, правда? Такая очень-очень печальная история. Вы заказали там с малиной, с вишней, а вам просто дали кусок хлеба. Грустно, но бывает. Круглые черви, это вы заказали тоже булочку с повидлом и вам дали булочку с повидлом. То есть, вы получили то, что хотели. Первичная полость тела, она выполняет роль гидроскелета, но там нет выстилки. Помните, целотели у нас только у кольчатых. Если вы смотрели предыдущее видео, то вам понятно, о чем я говорю. А у кольчатых вам дали хот-дог. Тут уже есть изнутри выстилка, мясное изделие покрыто, да, целотелием, условно будем считать. И булочка изнутри тоже покрыта, ну, каким-то странным, на самом деле, химическим, но будем считать, что это целотели. Тут уже вопрос между первичной и вторичной полостью тела в наличии целотелия. Целотелии, напомню, эпителий, который выстилает изнутри вторичную полость тела. То есть, в первичной целотелии отсутствует. Итак, давайте к следующему пункту. Кровеносная система замкнутая. Конечно, у кольчатых червей. А что, у плоских она не замкнутая? Ни в коем случае. У плоских червей кровеносной системы вообще нет. Кровеносная система впервые появляется как раз у кольчатых червей. Это и хроморфоз, и она замкнутая. Ее не надо размыкать. Наличие вторичной полости тела целома. Вторичная полость тела целом, конечно, характерна для кольчатых червей. Я уже проговорился по полной и насчет целотелия, и насчет хот-дога. Я, надеюсь, вы не забываете, что целом это характерно для кольчатых червей. Спасибо за то, что это время были со мной. До момента, как вы отъедете на Мальдивы, успейте зайти на Студариум. И вы понимаете, к Мальдивам надо подготовиться. То есть, ну, надо приезжать уже, зная местных жителей. Поэтому зайдите на сайт на Студариум. Ссылка будет в описании. Прочтите еще раз статью про класс Многощетенкова. И в конце вас будет ждать тест по этой теме. То же самое с пиявками рекомендую сделать. И, конечно, раз мы сегодня завершаем тип кольчатые черви, то зайдите в общую характеристику. И здесь тоже в конце вас ждет большой тест по кольчатым червям. Пройдите, посмотрите. И закрепите эту тему, чтобы мы могли уже идти дальше к следующему типу. Это моллюски. Подписывайтесь на канал в YouTube. Ставьте лайки для синтеза у меня АТФ. Чтобы новые видео выходили скорее, чаще. Всем желаю успехов, удачи. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok